В Новосибирске сегодня на линию городского метрополитена вышел тематический вагон, который рассказывает о 7-летней работе Центра патриотического воспитания Новосибирской области. В числе первых пассажиров мобильного музея был и Станислав Блинов. Хочу сказать самые искренние слова признания и благодарности жителям Новосибирской области за то, что активно принимают участие в наших проектах и предлагают новые идеи. И она очень важна. Только за последний год участниками проектов Центра патриотического воспитания Новосибирской области стали больше 300 тысяч человек. Профильные смены для курсантов военно-спортивных организаций, образовательные сессии и дискуссионные клубы. В основе концепция развития «Сибирь. Территория мужества». Хочется вам пожелать, чтобы то, что мы наметили на концепцию «Сибирь. Территория мужества», все было сделано. И с каждым годом мы с вами добавляли только новое и интересное в реализацию. Поэтому сил вам, терпения и нам всем удачно, успешной реализации, чтобы эта концепция стала не только трехлетней, но вошла в постоянный режим. В числе почетных гостей курсанты клуба «Витязь Патриот». На недавнем финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в подмосковном Алабино ребята заняли шестое место из 87 команд. А на одной из фотографий узнали своих друзей по профильной смене «Сибирский рубеж», которая проходила в Маслянино этой зимой. Основной упор был на тактическую медицину. Хоть мы и работали очень много, но усталости не было. Было очень интересно. С каждым днем все интереснее и интереснее. У меня до сих пор дома лежит тетрадь со всеми записями. Новый вагон будет курсировать по линиям Новосибирского метрополитена три месяца, а первая остановка – станция «Сибирская». Там начала работу выставка, приуроченная к 80-летию операции «Багратион». Это вершина советского оперативного исполнения, которая уже тратегический характер. На широкоформатных плакатах факты, цифры, даты, имена, материалы для экспозиции предоставил Национальный центр исторической памяти при президенте России. Она очень легко воспринимается, когда мы идем. И самое главное, она кому-то напоминает, а кому-то вновь рассказывает о ранее неизвестной информации, формирует чувство сопричастности с великой историей, с военной историей страны. Выставка, посвященная освобождению Белоруссии, будет работать в Новосибирском метро до середины сентября. Станислав Ленов, Сергей Жданов, Новости ОТС.